Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Куранова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Как вы поняли, сегодня я хочу снять плановое видео по планам на март месяц. Вот такая у меня палитра, далеко не вся, которая будет использоваться в этом месяце, но давайте потихонечку обо всем понемножку и по отдельности поговорим. Итоги. Марта чуть-чуть, немножечко отвлеклась, отвернулась, и вот это чудо уже сидит в корзинке. Ты же свалишься, корзинка наполовину висит. Да, моя красавица. Вот так мы любим все корзинки, коробочки. Ну, давайте потихонечку начнем. В марте месяце первым пунктом я планирую довязать джемпер-триам до готовой работы. Да, ни больше, ни меньше до готовой работы. Что это за джемпер? Джемпер-триам. Помните, я делала телемелитриамдию, дочери вязала. И вот сейчас я не стала даже голову ломать над названием. Но раз тот был розовый телемелитриамдию, то теперь этот будет розовый джемпер-триам. Наверное, вы уже видели. Я много рассказывала о том, как мне удалось, придумалось соединить вот этих две пряжи. Лидия и неопознанный хлопок с вискозой, подаренный мне Валентиной. Валентина, спасибо большое. Вот, это хлопок с вискозой 300 метров на 100 грамм. А это лидия 1615 метров на 1613 метров на 100 грамм. Чистая шерстяная пряжа, чистая шерсть. Когда я соединяю две нитки лидии и одну нитку вот этого, вот этой пряжи у меня получается метраж 219 метров на 100 грамм. Вот. Так, и что же вяжется? Вяжется джемпер. Вяжется джемпер. Да-да-да, вот такие вот безобразные у меня тут нитки. Аккуратно это все надо делать, поэтому сейчас даже тянуть не буду, потому что у меня вот эта пряжа, она смотана производителем, ну, наверное, тем, кто, тем человеком или той фирмой, которая продавала эту пряжу, смотка идет в 8 нитей. Вот эти 8 нитей, по-моему, 8 же? Да, 8 нитей. И эти 8 нитей очень нерегулярно намотаны. Вот. Поэтому мне приходится время от времени все это растягивать, вытягивать. Тяжело, время тратится на это дело, все. Ну, еще плюсом, когда лежит в корзине, это все вот так вот. Ладно, а то сейчас я точно чего-нибудь наделаю, потом это все разберу. И вот такой джемпер у меня будет вязаться. А фотографию, кстати, я вам сюда сейчас поставлю, какой это будет джемпер. И вот, видите, по изнаночной стороне у меня тоже. Где сейчас? Вот, видела. А нет, не тут. Ну, короче, где-то, видела, вот такие вот протяжечки. Они у меня есть, но без них уже никуда. Я думаю, после стирки их будет меньше заметно. Ну, иначе я уже не могу. Я очень аккуратно стараюсь вязать этот джемпер. Еще интересно в одном месте. Я тоже уверена, что после стирки все это образуется. Смотрите, шло ровно-ровно-ровно. Хоп. Вот прям здесь идет ровно, дальше идет ровно. А несколько петель они пошли косить. Представляете? Ну, это тоже не я. То есть не мой уровень неумения. Это из-за того, что пряжа немножечко в напряжении. Какая именно, не понимаю. Ну, я думаю, что после стирки это все пройдет. У меня отвязана спинка. Я бы уже, в принципе, спинку довязала. Но я не знала, мне дочь никак не могла сказать вот этот общий замер. Сейчас она мне его сказала. У меня общий замер 40-45 см должен быть. И я уже точно знаю. И, по-моему, я довязала, мне так кажется, уже до скосов плеч. Остановилась, боялась перевязать, потому что дочь хочет мне длинные изделия. О, я уже перевязала. У меня, представляете, уже 40 см. Или, да, 4 см пустить скос плеча. О, нет, он будет маленький. Здесь широкое изделие. Шириной 59 см. И 4 см скос плеча это будет мало. Надо делать больше. Придется распустить. Вот так вот. Вот так вот перевязала, потому как, ну, вот, не знала размер. Дочь хочет короткий этот джемпер. Ну, ничего страшного там, господи. А мне надо скос плеча. Да, я просчитала где-то 12 см. Ну, пусть будет 10 см. 10 см. Если 40-45 см. Ну, давайте возьмем. Ну, вот столько мне надо будет распускать. Сколько это в сантиметрах? Сантиметрах 5-6 см. Ну, и распущу. Ну, и не страшно. Ну, и перевяжу. Ну, и не проблема. Вот. Так что вяжется. Очень красивое полотно получается. Дочь уже потрогала свои руками. Когда она потрогала вот это полотно, я чувствую, она его трогает, трогает. Помните, я вам говорила, что если я свяжу вот из одной только вот этой нити полотно, дочери не понравится. Она носить не будет, потому что полотно такое, ну, на ощупь грубоватое. Грубоватое, жестковатое, хотя оно струится, оно мягкое. Ну, оно струящееся, оно пластичное полотно, но оно жесткое, не мягкое. Жесткое. Я знаю предпочтение своей дочери, знаю, что она такое носить не будет. И вот я показываю ей вот эту, ну, вот эту вот. Дочь приехала, кстати, не сказала я вам. Дочь приехала, поэтому вот я показала ей вот это полотно. Я говорю, Кать, ну, смотри, как, что тебе полотно? Она такая щупает, щупает, трогает, трогает. А перед до стирки это полотно, оно грубоватое. И вот, а это же полотно еще не стиранное. И вот она трогает это грубоватое полотно. И чувствую, она, ну, думает, пойдет оно мне или не пойдет. Я говорю, подожди, потрогай вот это полотно. О, вот это вот прям берет руки. О, ну, вот это классное. Вот это вот жестковатое, это классное. Я говорю, это оно же только после стирки. Вот. Она говорит, все, все, тогда точно вяжем. То есть, видите, еще раз вам говорю о том, что Лидия очень преображает всю пряжу. Она делает ее мягкой, если до этого пряжа была жесткая. То есть, струячность у этой пряжи не пропала. Конечно, у нее появилась толщина. То есть, вот это было очень тоненькое полотно. Вот это стало полотно толстым. Был метраж, еще раз, 300 метров на 100 грамм. А стал метраж, у меня вот здесь записан, 219 метров на 100 грамм. Вот. То есть, ну, понятно, что стало потолще, но при этом оно осталось пластичным, достаточно пластичным, но очень мягким. И да, Лидия не колется. Не колется. Вот. Поэтому стопроцентная шерсть. Это, наверное, гребяная шерсть, я так думаю. Поэтому не колется. Пушок, если и выбился, то совсем чуть-чуть. Видите, его практически нет. Вот немножечко, немножечко. Такой очень-очень короткий, деликатный пушок. Говорит о том, что все-таки пряжа шерстяная, она не может быть без пушка. Ну, вот именно такой вот, как гребяная пряжа. Ну, очень преобразилась после стирки. Наверное, Лидия все-таки в пропитке идет. Вот здесь вот полотно в пропитке постирается, будет шикарно. Вот. Первый пункт я вам показала, что планирую доделать. Рассказала. Планирую готовой работы. Вообще должна была быть к 8 марта готовой работы, но чую я, я не успею. Так. Следующий пункт. Пункт джемпер Аврора. Готовая работа. Как меня на готовые работы-то, да, понесло в этом месяце? Джемпер Аврора. Смотрим, на каком я этапе сегодня. Кстати, сегодня у нас 5 марта, понедельник. И я вот снимаю свои итоги. У меня разделилось полотно на перед со спинкой и на рукава. Здесь у меня уже вяжется, здесь подрезы. Я сняла мастер-класс на то, как красиво сделать подрезы без шва, без ничего. Немножко их, конечно, видно. За счет того, что здесь вот немножечко, как бы, полотно слабее, чем основной вяжется. Можно, конечно, добиться и более плотной, более плотных вот этих петель, но, ну, вот как получается. Вот, мастер-класс я вам сняла. Показала все, как это делается. Показала, как это делается на рукаве. Видите, уже рукав начала вязать. 4 ряда, по-моему, рукава связала. И на теле я вам тоже показала, как это делается. Вот такой джемпер. Это маркер. Маркер, показывающий то, что у меня это перед. Перед от спинки у меня разительно отличается. Вот. Так он у меня выглядит. Он под шейку, высоко к шее. Вот этот ворот. Мне так надо было. Я уже померила это изделие, когда отделила на рукава. Я померила это изделие. Мне все нравится. Все, как получается, нравится. Сейчас пришло время выточки. Нужно будет вывязывать выточку. Вот. И, ну, осталось, вяжу на спицах 3 миллиметра. Кстати, джемпер 3 я вяжу на спицах 3,5 миллиметра. То есть у меня опять в работе спицы тонкие. Вот. Тоже будет готовая работа. Осталось связать низ изделия. Я буду примерять. Я пока понятия не имею, какой мне длины надо. Я буду примерять и смотреть. Я сейчас отвяжу немножко тело. Вот у меня моточек остался немножко вот довязать. И еще один моточек. Вот здесь у меня 2 мотка. Еще, наверное, моток отвяжу. Третий. И буду примерять на себя. Наверное, брошу и отвяжу рукава. И когда отвяжу рукава, придумаю, какой вязать. Сколько вязать низа. Горловину я обвязала, вернее, обработала вот такой двойной. Сделала в подгибку. Мне очень захотелось такую горловину. Хоть и джемпер, можно сказать, не зимний. Хотя он у меня будет тоже демисезонный. Джемпер очень скучный, без узоров. Просто лицевая гладь. Все очень даже просто. Но зато сюда можно брошку повесить. У меня много брошей. Мне кажется, сюда сова подойдет. Но это мы будем с вами придумывать позже, когда все отвяжется. Отвяжу и буду смотреть. Вот, мои дорогие друзья. Это то, что касается... Видите, вяжу на единорожках и тело, и рукав вяжу на единорожках. Но этот рукав я просто мастер-класс снимала. А так я буду два рукава вместе вязать. Я потом вот этот рукав тоже четыре ряда довяжу. Как на этом, чтобы было все одинаково. И потом пойду в Magic Loop вязать сразу два рукава. Мне так будет удобно. Вот. Еще ничего не стирано. Еще все скомкано. В общем, скучный, простой джемпер под джинсы. Просто носить с джинсами. И пряжа. Я вам не сказала. Швейторг Аврора. В шерсти хлопок. Цвет вот такой. Лот, пожалуйста. В 50 граммах 230 метров. 50% шерсть, 50% хлопок. Вот такая вот прикольная пряжа. Пряжа Швейторг изготовлена в Турции. Продукция Этрофил. Вот. Значит, в фирме Этрофил есть где-то, наверное, аналог этой пряжи. Вот. Это Швейторг. Так. Тоже пряжа мне подаренная. Спасибо большое моей дарительнице за пряжу. Дальше. Следующий пункт. Давайте посмотрим дальше. А следующим пунктом идет косынка. Деграде, радуга, готовая работа. И деграде, и радуга – это два названия, предложенные моими зрителями. И я не стала выбирать между ними, а вот так вот через тире написала. Косынка называется. Деграде, радуга. И тоже должна быть готовая работа. По этой косынке я снимаю мастер-класс, потому что, связав косынку из пуха норки, когда я вязала косынку из пуха норки, очень многие попросили меня рассказать, как это вяжется. Я-то вообще, честно говоря, думала, что все умеют вязать такие косынки, а оказалось, что нет. Ну и здорово, снимем мастер-класс. Пряжа от Рико Дизайн. Креатив Котон Деграде Супер 6. В 200 граммах 800 метров. 50% хлопок, 50% полиакрил. Рекомендованы спицы 3,5. И производитель говорит, что 200 грамм хватит на косынку. У меня уже, видите, я брала, из центра вязала, у меня осталось вывязать 3 цвета. А вывязала я уже 4 цвета, по-моему. По-моему, 4. Вот моя косынка. Раз, два, три, четыре. Четвертый цвет вот этот я довязываю, еще пятый и шестой. Шесть цветов в косынке. Косынка вяжется от угла, от трех петель. Вот здесь было три петли. И вяжем. С одной стороны в каждом четвертом ряду убавляем петли, а с другой стороны в каждом ряду прибавляем петли. И вот такая она замечательная получается. И мне чем нравятся такие косынки, это называется скандинавский платок, для тех, кто не знает, по-моему, это он. Чем мне нравятся эти косынки, вот вывязываешь до последней ниточки, оставляешь нитку только на закрытие, закрываешь, ряд закрытий делаешь, и все. И у тебя косынка готова. И она получится именно того размера, ну какой получится из этого матка. Ну, либо какое по желанию мы хотим. Вот так вот она будет на шее комкаться, такая пестренькая. Классненькая, вот под что-то серое-серое будет прям вообще великолепно. Мне кажется, да. Вот такая красота. Вяжется, вяжется. С каждым днем ряд становится все длиннее и длиннее, но петли же прибавляются. Мы же на 4 ряда 3 петли прибавляем. То есть здесь мы 4 петли прибавляем и 1 петлю убавляем за 4 ряда. И получается, что у нас за 4 ряда прибавляется 3 петли. И вот сколько рядов, столько умножить на 3 петли. В общем, да. Ну, красивый процесс, он мне нравится. Он у меня такой дофаминовый. Это моя дофаминовая радость. И очень приятно, красиво вяжется, практически без рядности. Без рядности мне помогают вязать спицы. А диновы. У меня нет упаковки. От них это спицы были мне подарены райей. И упаковки от них нет. Поэтому вот так они выглядят. А диновы. За счет вот этой ребристой структуры у меня полотно идет ровное. Это однозначно. Доказала я это сама себе в данном случае. То есть начинала уже до этого вязать такую же шаль. Отвязала совсем небольшой вот такой кусочек. И вот на таком кусочке у меня была ужасная-ужасная рядность. Брала просто круглые спицы 3,5. Ну, а потом распустила. Сказала, не, не хочу. А потом, когда у меня просили мастер-класс, а мне очень захотелось повязать из этой пряжи, думаю, ну, ладно, пусть будет рядность, ничего страшного. Ну, и все-таки, чтобы уменьшить рядность, я взяла вот эти вот фасонные спицы. И, знаете, каково же было мое удивление, когда рядность полностью, почти полностью она ушла. Небольшие прожилки рядности вот так вот появляются в местах в некоторых. Ну, вот в общем, вот небольшая полосочка. Да, вот когда идешь, видно. Ну, в общем, все-таки ушел этот... Эта рядность. Вот. И стало полотно абсолютно безрядным. Ну, ровным. Ровное вязание. Вот. Очень нравится. Спицы подошли под этот процесс. Спицы нашли себе пряжу, так сказать. Вот. Я вяжу очень туго по спице. Мне так комфортно. Все. Это должна быть готовая работа в марте. Не знаю, будет или не будет, но надеюсь. Надеюсь. Так, давайте посмотрим следующий процесс. Следующий, четвертый пункт. Это майка-кудряшка. Майка-кудряшка. Придумать, рассчитать и начать вязать. В принципе, в принципе, я вроде бы как хочу просто лицевой гладью. Вот эту майку-кудряшку. Такая кудряшечка-кудряшечка. Сейчас расскажу про пряжу. Пряжа из магазина пряжа.су. Внизу ссылка будет на этот магазин. Проходите. Выбирайте. Есть промокод. В 50 граммах 110 метров. И здесь 84% хлопок, 16 полиамид. Вот такая кудрявая-кудрявая пряжа. Видите? Она стрейчевым эффектом. Вот. Из нее можно вязать топы, можно вязать майки, можно вязать футболки. Ну, в принципе, абсолютно все можно вязать. Она такая достаточно толстенькая. Но на наше уральское лето такая футболка-майка, она не помешает. В общем, надо придумать модель. Хочу что-то простое, что-то скромное. Ну, а там поживем-увидим. Вряд ли, наверное, ей я буду вязать на ней узоры. Хотя все может быть. Хочу, наверное, гладю. Но мне кажется, все-таки полотно немножечко подзабитое. Я вязала на спицах 4,5, а рекомендованные спицы 4,5-5. Так как я вяжу все-таки достаточно туго, то я думаю, что мне, может быть, даже 5,5 попробовать взять. Не знаю. И говорится о том, что на размер 38-40 надо 400-450 грамм. Вот такие вот показатели у пряжи. Цвет, партия, штрих-код. Вот. Рича. Пряжа Рича. Я Нрика сказала, да, наверное, Рича. Рича переводится кудряшка. Очень красивая пряжа. Ну, будем ее осваивать. Мне очень интересно из нее повязать. Она невероятно мягкая. Очень мягкая, нежная-нежная пряжа. Хлопок и полиамид, повторюсь. И даже не акрил. Акрил мне не очень нравится в последнее время. А вот полиамид меня привлекает. Он нужен все-таки изделию для стабилизации полотна. Это был следующий процесс. Я уже забылась, какой по счету. Четвертый был. Да, вот он, четвертый. Ну, и будем дальше смотреть. А следующее, пятый мотив, пятый процесс – это лесные мотивы. Аналог. Разработать модель, рассчитать, начать вязать. То есть у меня как готовые работы в этом месяце, так и новые процессы планируются. Что же это за процессы такие? А у меня есть две майки. Называются они лесные мотивы. Вот одна маечка, которую я практически вот уже ношу, по-моему, 4 года, 4 сезона, 4 лета. Уже сейчас в них дома хожу. Вот одна майка связана. Видите? Вот таким вот узором. Забыла, как он называется. Миссони. Миссони узор. И вот вторая майка абсолютно аналогичная. Вторая майка Миссони узором. Две у меня этих майки. Девочки, я их носила везде, всюду, вообще, прям вот с удовольствием. Они немножечко по-разному связаны верхней части, но здесь верхняя часть крючком соединена вот так вот, пущена. А здесь верхняя часть тоже соединена крючком, но другим способом. Горячий шаг соединения было. Вот. Очень их люблю. Сейчас уже ношу их дома. Хочу повторить. Хочу повторить вот такой узор, но убрать вот эти дырки. Дырки хочу накиды сделать глухими. Видите, какие у меня дырки? На теле, на моем уже, ну, не знаю, мне неловко носить. Я понимаю, что любви и все возрасты покорны. Или все можно. А так, кстати, эта майка на изнаночной стороне. Нужно ее вывернуть. Они у меня лежат в свернутом виде. О, пятно. Пятно. Значит, пора поработать моим средством против выведения пятен. Да, надо поработаться. Так, вот такие майки. Они уже старенькие. В них я уже хожу дома. Я еще раз повторюсь, я очень стесняюсь вот этих вот дырочек в районе живота, скажем. Мне некомфортно, чтобы голое тело вот здесь вот у меня просвечивало. Поэтому под эту майку я надеваю еще простую хлопчатобумажную тоненькую маечку, чтобы тело не просвечивало. И сейчас я хочу связать точно такой же узор. Повторюсь, но накиды делать буду глухие. И у меня получатся просто вот такие волны без дырочек. Это раз, что у меня изменится. Модель останется такая же. То есть вот так же она будет вязаться. Давайте одно изделие уберу, на одном покажу. То есть вот. Теперь я уже научилась такие модели вязать более правильными. Это когда вязала еще не умела вязать правильно. Короче, здесь у меня также будет выход на рука. Все то же самое. Но видите, у меня здесь нет скоса плеча. А он просто необходим в такой модели. То есть я углублю вот эту линию проймы. Глубину проймы сделаю поглубже. При этом я сделаю скос плеча. Чтобы у меня вот здесь и рукав был. Остался вот таким же. То есть еще плюс скос плеча. И на скос плеча у меня углубится пройма. Вот. Вот это мне прям очень сюда надо. Потому что когда руку опускаешь, вот здесь все все равно торчит. Вот рука вот так идет. А здесь немножечко приподнимается вверх. Вот. Относила я их. И дальше буду еще дома их носить. Вы меня еще не раз в них увидите. Чем же это я испачкала-то? Да, самое главное взять. И сразу отбелить вот эту майку. Это хлопок. И то, и то хлопок. Поэтому видите, какой серый цвет стал. По отношению к белой. Правда и пряжа разная. Может быть здесь тон белого был другой. Но все равно я их отбелю вместе. И эту, и эту майку. И заодно мы с вами посмотрим. Я это сделаю на камеру. Ну, то есть покажу вам до стирки и после стирки. И как справится мой любимый отбеливатель. Все посмотрим. Вот. Здесь тоже самое связано без скоса. Сейчас я просто добавлю скос и сделаю более красиво. Так же оставлю, наверное, белый цвет сверху. А что я пущу здесь? Давайте уберу и принесу сюда пряжу. Какая пряжа у меня есть? Спасибо. Шу вам. И что я придумала? Вот. Пряжа. Это тоже у меня новенькая. Мне ее подарили не так давно. А это пряжа моя. Вот такая пряжа. Эту пряжу мне подарила Наталья Сибилева. Вот, Наталья, спасибо большое за подарок. И вот посмотрите, какие цвета. Отсвечивает от камеры. Я вот так вот подальше положу, чтобы было видно. Вот этот персиковый цвет очень сочетается вот с этим коралловым цветом. Вот этот бирюзовый сочетается с голубым. Вот этот голубой сочетается вот с этим нежно-голубым. Небесно-голубым. И вот этот вот бирюзовый тоже сочетается с этим небесно-голубым. И у меня может получиться раз, два. Я понимаю, что с желтым тоже сочетается, вы мне сейчас скажете. Но, верно, желтый он чуть потолще. Он не подойдет по толщине пряжи. Вот. Ну, давайте посмотрим, что за пряжа. Я еще буду думать, конечно, из чего и что вязать. И сколько маяк это будет. Одна или несколько. Ну, в планах-то у меня всегда несколько. Видите, вот одна. Вот вторая. Или вот вторая. Или вот вторая. В общем, все надо будет посмотреть. Вот это голубой цвет. Очень мне нравится пряжа. Мягкая. Но это мой любимый состав. Она достаточно... Ну, такая не сильно эластичная. Хотя ее вязать можно, конечно, спицами потоньше. Эту какими спицами я взяла? Три миллиметров. Три миллиметра. Я думаю, что я буду вязать спицами не меньше три с половиной. Если вот это изделие. Вот из этой пряжи. Ну, вот для такого формата. Вот для такого формата узора мне надо будет спицы три с половиной. Вот пряжа замечательная. У меня вся пряжа замечательная, девочки. Ну, я люблю пряжу. И под любую, наверное, могу подобрать проект. Почти под любую. Но не под всю. Шахенмайер. Пирамид Коттон. В 50 граммах 175 метров. Артикул номер вот такой. Вот он. Колор. 65-й. Лот 01. Замечательная пряжа. Опять замечательная пряжа. Состав. 100% хлопок. 100% хлопок. Очень красивый, нежный хлопок. Нежный. Мягкий. Эта ниточка скручена. Из нескольких. Не шнурочек. Просто скрученная нить. Вот. И я достану один. Это вся пряжа одинаковая. Руби роза называется. От Вита просто роза. Вся просто палитра разная. От Виты. Коттон роза. Цвет 39.05. Лот 26. Вот в данном случае вот этого кораллового цвета. 100% хлопок двойной мерсеризации. Здесь тоже у нас скрутка идет. Но скрутка такая очень крутая. Ну, двойная мерсеризация и скрутка достаточно крутая при этом. В 50 граммах 150 метров. Здесь 175 метров. Но ниточки подойдут друг к другу. Здесь на... По толщине они не сильно отличаются друг от друга. Немножечко отличий есть, но не сильно. Вот. Подойдут. Можно вот эту сочетать. Ну, я имею ввиду вот с этой, например. Или вот с этой. И то, и другое сочетание будет хорошим. Но мне теперь нужен сюда белый цвет. Потому что я также хочу все-таки разбавить это все белым. Один цвет, второй белый. Белый. Раз, 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 белый. В общем, хочу разбавить это все белым цветом. Мне кажется, так будет красивее. Вот такое у меня яркое настроение. Вот такие яркие я хочу начать процессы вязать. Начну или не начну, покажу все позже. Уберу сейчас шебуршащие пакеты и подключусь снова. Ну и продолжаем. Это еще не все. Это еще не все планы. Продолжаем наши планы дальше. Шестой пункт. Маме кофту. Придумать модель. Рассчитать. И начать вязать. Ко мне приходила мама в гости. И попросила меня связать ей кофту. Вот именно кофту типа кардигана. Что-то типа кардигана. И мама выбрала вот этот цвет. Этот цвет. Ализе Лана Голд 800. Новая камера у меня совсем не фокусируется. Ализе Лана Голд 800. 51% акрил, 49% шерсть. Цвет 462. В 100 граммах 730 метров. Именно эту пряжу мама выбрала. Говорит. Вот такую кофточку. Мне бы было хорошо. Эту пряжу мне подарили наши сватья. И Велинины мама с папой. Мне подарили. Раз мама выбрала эту пряжу. Я с удовольствием ей свяжу. Будет ей подарок для сватьев. Вот такая пряжа. И я к этой пряже решила добавить свою любимую бобинку. Посмотрите. Они очень подходят по цветам. Очень подходят. Причем вам на камеру вот этот цвет. Кажется немножко ярче этого. Но я вживую вижу, что они... Ну, может быть, прям на полтона он поярче. Вот. Что это за пряжа? Это пряжа. Мелифилину вола. Вот если вы здесь что-то увидите. Двадцать восемь процентов вискоза, сорок меринос, десять кашемир, семь ангора, пятнадцать полиамид. Тысяча четыреста пятьдесят метров на сто грамм. Я хочу взять одну нить, вот эту бобинную. Она так замечательно раскрывается. Не говорите мне о том, что, Оля, не порти бобинную пряжу пряжи Ализе Лана Голд. Нет. Я не буду портить. Я добавлю ее друг к другу. Вот. И свяжу маме кофту. В две нити буду вязать. Если соединить одну нить семьсот тридцать метров на сто грамм и одну нить тысяча четыреста пятьдесят метров на сто грамм, то мы получим средний общий метраж четыреста восемьдесят шесть метров на сто грамм. Вот. Четыреста восемьдесят шесть метров вязать на спицах три миллиметра. Такую тоненькую кофточку. И я думаю, что маме будет комфортно. Как буду вязать спущенное плечо или реглан, или вточной рукав? Вряд ли. Будем думать. Будем посмотреть. Да. Вот. Это будет следующий проект. Проект маме. Пока думаю еще как и что сделать, чтобы маме было приятно и чтобы мама носила. Ну и, собственно, все. Вот такие у меня планы на март, месяц. Вот так вот я планирую провести свой март. Как оно получится, конечно, мы будем с вами видеть позже, в конце марта или в начале апреля. Ну вот, вот такие вот, наверное, опять глобальные, я так думаю, что задумки. Ну посмотрим, что-то может быть исполнится, что-то нет. И я сейчас вместе с вами закрою этот блокнот. И не буду я его открывать на самого-самого конца. На конца марта. Потому что я так люблю. Вот я запланировала, я свернула. И пусть у меня планы живут сами по себе, а я живу сама по себе. И что мне нравится, то я и буду вязать. То, что захочется, то и возьму в работу. Ну вот, как-то так. Ну вот, мои дорогие друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Все. Большое вам спасибо за то, что вы оставались со мной, смотрели со мной, планировали со мной. Может быть, я вас чем-то вдохновила. Может быть, и вы возьмете для себя какую-то идею. В общем, большое вам спасибо за просмотр. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Ну, я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока.